Если бы меня спросили, кто в 2013 был иконой стиля, я бы без колебаний ответила – Сережа пастух. Ну а в смартфонах – Huawei P6. Прикиньте, не айфон. Ну хотя бы потому, что пятый вышел в 2012, а в прошлом году дизайн, считай, не поменяли. По шестой на обзор ко мне как-то не попадало, чем я немного жалею, но сегодня удача. У меня есть сразу два – обычный P6 и еще один Huawei Ascend P6, но с коротенькой припиской – C00. И несмотря на то, что эту приписку и не сразу заметишь, означает она многое, а именно то, что у смартфона две сим-карты, два радиомодуля и два стандарта – GSM и видео. И еще кое-что. И вот с этого кое-чего и начнем. ЕМТЭС 3G интернет в Украине – это все такая же редкость, как снег в Киеве этой зимой. Так какой смысл покупать такой двухстандартный смартфон, когда на рынке полно двухсимочных решений для обычного 3G, спросите вы. Самое важное – это, пожалуй, область покрытия нашего единственного 3G оператора 3MOP. Вот взгляните на карту. Видите эти темно-красные пятна вокруг крупных городов? Вот это она и есть область работы, а на всей остальной территории дорогой киевстаровский роуминг. А вот PeopleNet и Intertelecom. Как видим, разница есть, а в случае с Intertelecom разница колоссальная. Еще одно преимущество – более высокое соединение во время движения. Отличное решение для прослушивания онлайн-радио на ходу. Радиомодуля в P6C202. Соответственно, вы можете принимать звонки на две сим-карты одновременно, а в случае звонка на одну из них скачивание с другой не прервется. В GSM поддерживается только GPRS-соединение. Есть, конечно, и парочка нюансов. Так как смартфон поддерживает только и видео RAV8, то пиковая скорость 3,1 Мбит в секунду. А реальная от 0,6 до 1 Мбит, что зависит от места тестирования и сопоставимо со скоростями 3Mob, но все-таки прилично меньше, чем по стандарту RAVB. Про тарифы ничего говорить не буду, их там много всяких на выбор. P6 можно использовать как Wi-Fi точку доступа для расшаривания скоростного интернета на другие устройства. В таком режиме он способен проработать около 5-6 часов. Выглядит Ascend P6 отменно. И пусть дизайн немного напоминает сами знаете что? Китайцы смогли творчески переработать исходник и сделать как минимум не хуже. На момент выхода P6U06 был самым тонким смартфоном на рынке. Всего 6,18 мм. Версия с двумя сим-картами лишь чуточку толще на 0,3 мм. Но заметить это без прямого сравнения невозможно. А вот что заметно сразу, так это то, что задняя крышка в двухсимочном P6 выполнена не из шлифованного алюминия, а из приятного на ощупь шероховатого пластика. При этом торцы как были из металла, так и остались. К дизайну одностандартного P6U меня пару претензий. Несмотря на компактный корпус, смартфон не очень удобно держать в руке из-за острой и немного выпирающей кромки. А внешний вид портит пластиковый подбородок, который не очень красиво стыкуется с алюминиевой спинкой, да и вообще выглядит несколько чужеродных. В GSM CDMA версии исправили и то и другое. Острого бортика сзади теперь нет, а пластиковый подбородок и задняя крышка стали единой деталью. Элементы управления сгруппированы на правой грани. Тут же и два открывающихся скрепкой лючка. В верхней устанавливается обычная GSM симка, а в нижней не microSD как у обычного, а RUIM микрокарта. Скрепка, она же затычка для 3,5 мм разъема, очень забавное решение. Потерять ее проще простого, так как вряд ли вам придется часто менять сим-карты на ходу, так что лучше оставить эту затычку дома. И без того легкий смартфон стал еще легче. Теперь это рекордная для подобной диагональю дисплея 107 граммов. C00 как настоящий агент с лицензией на убийцу предпочитает черный и белый цвет. Никакого игривого розового, как у обычного P6. В общем, не потеряв особо во внешнем виде, смартфон сильно прибавил в практичности. Во-первых, пластик гораздо меньше подвержен царапинам, и отпечатки пальцев на нем не так заметны. Звук динамика, расположенного сзади, громкий и чистый, при такой толщине нежданчик. Даже через полгода после выхода P6 самый легкий и компактный смартфон на украинском рынке с экраном 4,7 дюйма. Кстати, о дисплее. Он тут IPS с разрешением 1280х720, прикрыт безымянным защитным стеклом. Максимальная яркость очень высокая, и на ярком солнце проблем не будет, углы обзора широки. Благодаря высокой контрастности и полному отсутствию воздушной прослойки картинка выглядит живой, а цвета насыщенными. К тому же, как и во всех смартфонах Huawei тут можно плавно настроить цветовую температуру экрана на вкус. Отдельной похвалы заслуживает работа датчика освещения и возможность работы с экраном в перчатках. Дисплей очень хорош и не уступает по качеству лучшим дисплеям на рынке, а отсутствуя Full HD скорее радуешься. И вообще небольшой фанат Full HD на диагонали до 5 дюймов, ведь даже PPI 312 делает пиксели практически неразличимыми, а лишние просто кушали бы батарейку. Huawei живет по принципу Вассермана, все свое ношу с собой, поэтому и платформа тут своя. High Silicon K3 V2. Четыре ядра с частотой 1,5 ГГц с видеоакселератором Vivanta GC4000 наши старые и хорошие знакомые. И еще летом эту связку нельзя было назвать чемпионами по производительности. Особенно во всем, что касается обработки 3D графики. Собственно, ничего не поменялось. Тесты показывают средние результаты, а большинство современных игровых блокбастеров либо вообще невозможно установить из Google Play, либо они идут не с максимальным качеством графики. Ощутимо притормаживают и разогревают смартфон до высоких температур и начинают тормозить еще больше. Тесты при повторном прогоне также показывают более низкие результаты. Налицо активный троттлинг, то бишь понижение рабочей частоты процессора для уменьшения температуры. Помогает, правда, слабо и смартфон все равно очень прилично греется. А вот повседневная работа благодаря объему оперативной памяти в 2 ГБ наоборот приносит лишь позитивные эмоции. Полное отсутствие тормозов при перемещении в меню, быстрый запуск приложений, плавная работа браузера и воспроизведение практически любого Full HD видео. Вот только устроить портативный кинотеатр помешает 16 ГБ постоянной памяти, к сожалению, без возможности расширения. А у 06-го поддержка карт microSD есть, но и памяти поменьше всего 8 ГБ. Аккумулятор, что приятно, не принесли в жертву тонкости и он тут вполне приличной емкости в 2000 мАч. Сказать, что HiSilicon K3 V2 очень бережно относится к аккумулятору под высокой нагрузкой нельзя. В таком режиме PS6 способен проработать часа 2,5-3. В остальных режимах смартфон показывает вполне приличные результаты. Около пяти часов активности экрана, если пользоваться Wi-Fi сетями или 4 в случае использования и видео. В общем, если не очень активно пользоваться 3G-интернетом, на день должно хватать, особенно если включить режим энергосбережения. Видео проигрывает почти 6 часов, а моих роликов с ютуба в HD 4,5 часа. Нормальные результаты для столь тонкого смартфона, но могли бы быть лучше. Установи Huawei сюда более современный процессор. Android версии 4.2.2 прикрыт фирменной оболочкой Emotion UI 1.6 и она мне очень нравится. Красивая, очень быстрая, занимает немного места в оперативной памяти с кучей настроек энергосбережения и всего такого. Меню с программами упразднено, все полагается хранить на рабочем столе прямо в папках. Внешний вид интерфейса можно кардинальнейшим образом изменить с помощью предустановленных и загружаемых тем, которых шо-то чуть меньше миллиона, ну или как-то так. Есть только один вопрос. Помните нашу постоянную рубрику Huawei научит? Так вот, почему-то в P6 нельзя спрятать на экранные кнопки, как это можно было, например, в Mate. Хотя вроде бы в новой прошивке уже можно, но на наш тестовый образец она еще не прилетела. Камер, как положено, две штуки. Фронтальная на 5 мегапикселей и основная на 8. Фронт, несмотря на разрешение, делает достаточно посредственные снимки, а вот с тылом дела обстоят получше. Объектив со светосилой 2, с обратной подсветкой дают очень неплохие результаты. Да и к автофокусу особых претензий нет. Максимальный порог ISO аж 5000, но он чересчур оптимистичен. Шумы слишком заметные, а вот при хорошем освещении их немного. Классный макро режим, фотографировать можно от 4 сантиметров. Видео Full HD неплохого качества, есть и HDR режим. Интерфейс камеры очень удобный, наглядный, понятный, с большим количеством настроек и режимов. В общем, в отличии от фронтальной, в основной камере взяли не количеством мегапикселей, а качеством. Единственная претензия – немного замыленные края снимков. Я люблю, когда ко мне в руки попадают необычные продукты, а Huawei P6 – продукт необычный вдвойне, с двумя нолями в названиях, с двумя радиомодулями и единственный на рынке с поддержкой двух стандартов GSM Plus и Video. И к тому же это один из самых стильных и красивых Android-смартфонов. Не помешала бы, пожалуй, поддержка стандарта RFB, но по сравнению с Edge даже A – это как мана небесная. И да, патриотизм – это, конечно, прекрасно, но Huawei-чик ротненький. Давай либо запили уже новый HiSilicon, либо переходи на Snapdragon или MTK, потому что люди вообще-то любят на смартфоне еще и поиграть, знаешь ли. А еще люди любят смотреть канал Розетка.ua и таких уже почти 300 тысяч. Присоединяйтесь и вы к нам и еще не забывайте лайкать и остроумно комментировать.